Вкладывать деньги в недвижимость больше не выгодно. В Казахстане резко упал спрос на съемные квартиры. Владельцам приходится существенно снижать стоимость, и порой она едва ли не равна оплате за коммунальные услуги. В сложном положении оказались те, кто взял жилье в ипотеку с целью окупить затраты, сдавая квартиру в аренду. Почему нет спроса на жилье, и как долго сохранится такая тенденция, узнавала Екатерина Рыльская. Уже год двукомнатная квартира семьи Феоктистовых пустует. Супруги вложили в нее все свои деньги – 18 миллионов тенге. Надеялись, что сделают ремонт и сдадут в аренду. Тогда казалось, что инвестиции в недвижимость самые надежные. Однако теперь стоимость квартиры упала почти вдвое. Арендная плата сравнялась по стоимости с коммунальными услугами. Но о продаже не может быть и речи, так как квартира не стоит вложенных в нее денег. В таком же положении оказались сотни владельцев квартир Усть-Каменогорска. Вместе с рынком долгосрочной аренды просел и сегмент кратковременной. Квартиры посуточно тоже не слишком востребованы. Все еще пользуются спросом почасовая оплата. Но и на нее расценки заметно снизились с полутора тысяч до тысячи тенге за час. Есть еще люк, штат, два тысячи. Квартира очень хорошая. Аренда квартир – бизнес шимкентской предпринимательницы Гульмиры Сигизбаевой. Она в нем уже шесть лет. Но такого затишья, как сейчас, еще не наблюдала. Население зарплата просто не позволяет. Поэтому сейчас рынок очень много квартир. По наблюдениям Усть-Каменогорского риэлтора Али Мусабекова, рынок краткосрочной аренды напрямую связан с деловой активностью. Ведь посуточно апартаменты чаще всего снимают коммерсанты-одиночки и командировочные. А их все меньше. Если ситуация экономическая не улучшается, а ухудшается, то цены потихонечку продолжают снижаться. Если в Усть-Каменогорске год назад дешевле, чем за 45 тысяч тенге, квартиру было не снять, то теперь нетрудно найти однушку всего за 25 тысяч тенге плюс квартплата. Командировочному она обойдется в 3 тысячи за сутки. Примерно такие же расценки в других промышленных городах республики – Караганды, Актобе, Павлодаре и Петропавловске. Немного снизилась стоимость аренды жилья и в деловых центрах Алматы, Атерау и Актау. Однокомнатная стоит там от 60 тысяч тенге. Цена квартиры посуточно – от 4 до 20 тысяч тенге. Самые дорогие квартиры по-прежнему в столице. Здесь цены почти не снизились. Однокомнатную квартиру дешевле, чем за 75 тысяч тенге плюс коммунальные услуги – не снять. На короткий срок квартиры стоят от 7 до 20 тысяч тенге в сутки. Прогнозы у риэлторов пока пессимистичные. Платежеспособность людей падает. Все чаще казахстанцы съезжаются с родственниками. А если и снимают квартиры, то многокомнатные и живут по принципу коммуналки. Что касается продаж, то в связи с прекращением выдачи казахстанскими банками ипотечных кредитов агенты опасаются полного застоя. Немало из тех, кто успел взять займ, пополнят черные списки неплатильщиков.